Постановление Басманова районного суда города Москва 18 октября 2017 года, которым продлил срок содержания под стражей обвиняемого главного суда Алексея Аркадьевича, срок содержания под домашним арестом обвиняемых Итина Юрия Константина 4 и Николая Кирилла Семеновича оставить без заменения операционной жалобы без удовлетворения. Решение понятно? Да, Ваш. На тенера на постановление будет изготовлено в судебный срок, как и в каком судебном заседании. Сегодня в заседании Московского городского суда участвовали трое из четверых обвиняемых. Бухгалтер 7-й студии Нина Масляева, которая находится под домашним арестом и которая согласилась сотрудничать со следствием, отказалась обжаловать решение Басманова суда. Соответственно, сегодня в суде были Алексей Малобродский по видеосвязи и двое других подсудимых, Кирилл Серебренников и Юрий Итин. Их адвокаты просили суд отменить решение Басманова суда и говорили о том, что во время разбирательства в октябре этого года в Басманном суде были нарушены права их подзащитных на справедливое судебное разбирательство и на состязательность сторон. Адвокат Ксения Карпинская также обращала внимание на состояние здоровья Алексея Малобродского, единственного из всех подсудимых, кто находится в следственном изоляторе. Ну, сейчас проходит его допрос, вот начался в четверг, будет завтра продолжим. Ну, в каком состоянии? У него артрит плечевого сустава. Пришел врач, сказал, сколиоза нет, но артрит от этого не улучшился. Передали туда МРТ, что у него постоянно болит плечо, у него была операция на кишечнике, у него постоянно повышенное давление, там его не могут померить. Ну, ему 60 лет, понимаете, ему даже не 40, поэтому, конечно, его здоровье оставляют желать лучше, потому что там нет нормальной еды, которая ему положена, нет врачей. Московский городской суд, однако, отклонил операционную жалобу адвокатов, таким образом их мера пресечения остается в силе до 19 января. Адвокаты планируют обжаловать сегодняшнее решение Московского городского суда. Следствие верит показаниям Нины Масляевой, но не верит показаниям ни Серебренникова, ни Малобродского, ни Итина, никому. Для них есть только один свидетель, Нина Масляева, человек, который пошел на сделку со следствием, который, на взгляд защиты, оговаривает всех фигурантов. Признается, в том числе, в совершении преступления, которого не было, и которое, может быть, она сама не совершала. Изначальное обвинение было о том, что спектакль «Сон летняя ночь» не был поставлен. Теперь уже ясно, что поставлен. Что сейчас за обвинение не до конца, оно является понятным. Поэтому все они дальше придумали. Разделяем власть, стравливаем. Благо, что обвиняемые находятся изолированы друг от друга. Ни адвокаты, ни они не имеют права публично выступать с теми сведениями, которые стало известно в период следствия. И поэтому можно вот эту ложную информацию вбрасывать и смотреть, как будут реагировать обвиняемые. С надеждой, что начнут оговаривать друг друга. Ну, знаете, человеческая натура, глубины, они очень такие загадочные. Поэтому, знаете, каждый себе любимый защищает себя. И, глядишь, и начнет оговорить, что не попадя на своих обвинениях. Вот таким вот образом. А как выяснилось здесь, что вот Серебренников сказал, что когда его задержали, они сослались на то, что якобы Итин Юрий Константинович сказал, рассказал о нем что-то, что там тот якобы либо совершил преступление, я не знаю, я не видел этих. Вернее, даже этих показаний нету. Это сослов. Ну, обманули, и все обманули. Вот, все. Поэтому вот сейчас он и говорил, говорит, так я просто вздохнул, акации, это не так. Да, это не так. Вот так вот. И все это время, где с августа месяца, по крайней мере, я так понимаю, что раньше, но с августа месяца нас удерживали, играли, слушайте, мы что-то обманывали. Обманывали других участников процесса. Вот приемы следствия. Будем думать о том, чтобы подать жалобу в Верховный суд, сначала в Московский городской суд в порядке институционного обжалования, а потом в Верховный суд. Потому что те нарушения, которые были в суде первой инстанции, настолько очевидны и настолько нарушают право на защиту, что, ну, наверное, отреагировать на них нельзя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ